Приветствую, друзья! С вами Елена Вогни, и мы учим английский язык, базовую английскую грамматику Essential Grammar in Use. Автор этой книги, того учебного пособия, по которым я делаю свои уроки, Raymond Murphy. Мы с вами изучаем, заканчиваем изучать тему модальных глаголов в английском языке. Тема, на самом деле, непростая, и, конечно, в базовой грамматике мы её проходим на достаточно поверхностном уровне. Если вы хотите узнать больше, это не проблема, пойдите, пожалуйста, в раздел «Синий Мерфи» на моём канале. Там, ого-го, сколько уроков по модальным глаголам, и они очень подробные. А сегодня мы с вами учим последний из предложенных модальных глаголов. Это модальный глагол «would». Причём учим мы его в связке «I would like». Как это выглядит, смотрите урок до конца. В конце, напомню, вы можете послушать все примеры, которые мы разбираем в озвучке носителей языка. Итак, сперва я вам хочу, друзья, просто показать в целом основные модальные глаголы. Вот у меня есть урок, который называется «11 модальных глаголов английского языка на практике». Здесь урок полностью посвящён примерам, которые я составляю с разными модальными глаголами. Смотрите, какие есть модальные глаголы. Мы с вами знаем глагол «can» и «could», знаем «must» и «have to», знаем «may» и «might». «Should» мы с вами тоже выучили, «to» выучили, «would» берём сейчас. Конструкцию «be able to» мы с вами не брали. О модальном глаголе «need» мы вскользь поговорили. То есть, в общем-то, основное мы перечислили, но вам может не хватить примеров. Здесь есть целая куча примеров в этом юните, в этом уроке. Зайдите, посмотрите. Итак, модальный глагол «would». Он достаточно часто используется в разных связках и в условных предложениях, и в связках типа «I would like», «я бы хотела». И самый близкий перевод, если «would» это модальный глагол, это на русском частица «бы», то есть даже не глагол. Какие это ситуации? Вот «я бы сделала то», «я бы сделала это». Всё это, друзья мои, «would». Смотрим на картинку. Девушка, парню открывает коробочку с конфетами и говорит, «Would you like a chocolate?» «Ты бы хотел шоколадную конфетку?» «Yes, please». «Да, конечно». «Я бы тоже не отказалась». Она ему говорит, «Would you like?» «Ты бы хотел?» Вы слышите это «бы» в русском языке. Это «would» в английском. По-моему, всё просто переводится. А теперь давайте рассмотрим побольше примеров. Итак, вы говорите «would you like?» тогда, когда что-то кому-то предлагаете. «Вы не хотите?» «Ты бы не хотел?» Это такая достаточно вежливая просьба, когда вы предлагаете свои услуги или что-то другое. Например, «Would you like some coffee?» «Нет, thank you». «Ты бы не хотел кофе?» «Хочешь кофе?» «Нет, спасибо». Вы что-то предлагаете и используете фразу «would you like». Фраза очень популярная. Если вы её до сих пор не слышали, обязательно выучите. Ещё пример. «Would you like a chocolate?» «Yes, please». Этот пример мы только что разобрали. «What would you like?» «Tee a coffee?» «Tea, please». «Что бы ты хотел?» «Кофе или чай?» «Чай или кофе?» «Чай, пожалуйста». «Что бы ты хотел?» «Вот» – вопросительное слово, дальше наша связка «would you like». «Would» – это модальный глагол, «like» – это уже смысловой глагол, то есть тот, который мы переводим. Ну и, соответственно, между ними где-то помещается автор. Также мы используем эту фразу «would you like to» появляется частица «to», тогда, когда мы приглашаем кого-то что-то сделать. «Would you like to go for a walk?» «Хочешь пойти погулять?» «Would you like to go for a walk?» Как видите, у нас здесь опять получается гармошка. «Would» – потом автор действия, потом «like», потом «to» и только здесь мы доходим до последнего глагола «go». «Ты бы не хотел пойти». На русский язык дословно эту фразу перевести нельзя. Она звучала бы тогда «бы ты хотел делать». Но мы так не говорим. Мы говорим «ты бы не хотел». Англичане говорят так. Запомните порядок слов и не путайте его, иначе получится для них, для англоговорящих людей на слух, вот такая вот ерунда. «Не бы ты ни». Мы не хотим говорить как индейцы, и мы хотим говорить как грамотные люди, поэтому мы с вами учим грамотный английский язык. Примеры. Ещё. «Would you like to have dinner with us on Sunday?» «Ты бы не хотела поужинать с нами в воскресенье?» «Ты бы не хотела поужинать». «Have dinner» – это ужинать. «Would you like to have?» Пять слов участвуют в этом вопросе. И ответ. «I'd love to». «Я бы с радостью это сделала». «I'd love to» – это сокращение от «I would love to have dinner with you». Можно сократить и сказать «I'd love to» – с радостью. Эта фраза тоже не переводится на русский язык, её тоже нужно запомнить. «What would you like to do this evening?» «Что бы ты хотела делать вечером?» Опять же, мы приглашаем человека к обсуждению. «Ну, что бы ты хотел делать?» «Что бы ты хотела делать?» «What would you like to do?» «Would you like to do?» Пять слов, которые мы переводим «ты бы хотела делать». Фраза «I'd like» уже не вопрос, заметьте, а утверждение. Это вежливый способ сказать «я хочу». То есть, маленькие дети говорят «я хочу это», «я хочу то». Взрослые люди не могут так себе позволить напрямую разбрасываться своими хотелками. Мы должны искать какой-то обходной манёвр так, чтобы не выглядеть грубиянами. То, что можно детям, взрослым, конечно же, нельзя. Так вот, для этого англичане и изобрели фразу «I'd like», которая расшифровывается как «I would like». Заметили уже, наверное, что «would» сокращается до апостроф «d». У меня есть подробный урок по сокращениям в английском языке. Он так и называется «Сокращение в английском языке». Находится в разделе «Английские уроки на важные темы». Зайдите, посмотрите, урок мега полезный, если вы ещё не разобрались с сокращениями и как это работает в английском языке. Теперь смотрим наши примеры нашего юнита 35. I'm thirsty. I'd like a drink. Я испытываю жажду, я хочу пить. Ну, по-русски мы всё это переведём фразой «я хочу пить». Англичане сначала скажут «I'm thirsty», дословно «я испытываю жажду, я хочу пить». I'd like a drink. Я хочу пить. Всё это два предложения на русский переводятся одним. Я хочу пить, друзья мои. Но грамматически, как видите, это по смыслу разбивается на два в английском языке. I'd like – я бы хотела. Напиток – a drink. Теперь перенеслись мысленно в турфирму. I'd like some information about hotels, please. Клиент приходит и говорит «я бы хотела получить информацию об отелях, пожалуйста». I'd like – я бы это хотела. После like, заметьте, мы говорим существительное. Information или drink – напиток. Но если вы хотели бы что-то сделать, здесь мы должны после like опять добавить частицу top, потом дать глагол. I'd like to see the film on television this evening. Я бы хотела посмотреть фильм по телевидению этим вечером. Я бы хотела посмотреть что-то там. I'd like to see. Можно говорить «I would like to see», но в разговорной речи, конечно же, вы уже помните о том, что всё укорачивается и сокращается. Это касается такого даже модального глагола, как would, который просто сокращаем до буквы d. Теперь проведём небольшое сравнение. И у нас есть две фразы, которые, в общем-то, вам могут показаться похожими, но смысл у них разный. Would you like? И do you like? Do you like – вы знаете, как переводится? Ты любишь, тебе нравится. Would you like? Несмотря на то, что здесь тот же самый like, то эта фраза уже переводится как ты бы хотел, ты бы хотела. Смысл меняется. Например, сидят люди за столом, девушка спрашивает Would you like some tea? Yes, please. Ты не желаешь чаю? Хочешь чаю? Это вежливое предложение что-то сделать. Would you like that? Да, человек согласен, говорит yes. Вот двое беседуют. Do you like tea? Тебе чай нравится? Yes, I do. Would you like some now? No, thank you. Not now. А ты бы не хотела сейчас чаю? Нет, спасибо, не хотела. Как видим, разница между Do you like и Would you like достаточно чёткая. Запоминаем эти примеры, составляем с ними предложения так, чтобы хорошо закрепить эту информацию у себя в голове. Would you like some tea? Это предложение. Ты хочешь чаю? Я могу его предложить. Вежливое предложение что-то сделать. Do you like tea? Это вопрос, который связан с твоими предпочтениями. Ты любишь чай? Или тебе нравится чай? Чай – это хорошо для тебя? Смысл разный. Смотрим ещё несколько примеров. Would you like to go to the cinema tonight? Yes, I'd love to. Ты не хочешь сегодня пойти в кино? Да, я с радостью это сделаю. Would you like – это то же самое, что Do you want? Ты хочешь это сделать? Но do you want звучит как бы более резко, поэтому, если хотите чуть больше вежливости добавить в вашу речь, используйте фразу Would you like to do that? Ты бы не хотел это сделать. Тот же похожий пример. Do you like going to the cinema? Yes, I go to the cinema a lot. Ты любишь ходить в кино? Да, я часто хожу в кино. Do you like уже переводится как Тебе нравится это делать? Тебе нравится ходить в кино? Going to the cinema – ходить в кино. Да, я хожу туда часто. Обратите внимание, это going – это не present continuous. Друзья мои, не путайте. Такая форма называется герундий. Но о ней мы с вами не будем говорить. В этой грамматике, если вам интересно, зайдите в раздел cinema. Там целая куча юнитов, около 15 юнитов, которые посвящены теме герундий в английском языке, начиная, по-моему, с 54 юнита. Итак, ещё примеры. I'd like an orange place. Или I like oranges. Догадались, какой смысл где? Какое из предложений переводится как Я люблю апельсины. Вот оно. Соответственно, это предложение переводится уже как Я бы хотела апельсинку. Всего лишь апостров D, а смысл поменялся. I like oranges и I'd like an orange. Ну, слово please как бы дополнение. И последний пример. What would you like to do next weekend? И what do you like to do at weekends? Какое из этих предложений переводится Что бы ты хотела делать на выходных? Правильно смотрите вот сюда. What would you like to do next weekend? Что бы ты хотела делать? Соответственно, это предложение переводится как Что ты любишь делать? Здесь бы хотела, здесь любишь. Хотя и там, и там слово лайк. Не перепутайте, друзья мои. И если уж мы говорим о лайках, не забывайте ставить лайк за урок. Пальц поднятый кверху. И я буду знать, что урок вам действительно понравился и пригодился. В общем-то, материал по модальным глаголам основной пройден. Это база, друзья мои, которую нужно наполнять дальше. Повторюсь еще раз, у модальных глаголов есть много нюансов, о которых мы с вами подробно говорим в разделе синий мерфи на протяжении 10 юнитов. Переходите, смотрите. Если вы, как говорится, чувствуете в себе силы идти дальше исследовать эту тему. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. И смотрите полный курс английской грамматики для начинающих, который я для вас записываю. Как говорится, совершенно безвозмездно по доброте душевной. Потому что я считаю, что нужно, если я преподаватель, нужно передавать свои знания как можно большему количеству людей. Я физически не могу работать больше, чем вмещает класс учеников. А вас, друзья мои, много. Вас уже сотни и даже тысячи, что меня очень радует. До встречи с вами в следующих уроках. Меня зовут Елена Викторовна. Goodbye. I'd love to. What would you like to do this evening? Section B. I'm thirsty. I'd like a drink. I'd like some information about hotels, please. I'd like to see the film on television this evening. Section C. Would you like to go to the cinema tonight? Yes, I'd love to. Do you like going to the cinema? Yes, I go to the cinema a lot. I'd like an orange, please. I like oranges. What would you like to do next weekend? What do you like to do at weekends? Продолжение следует...